Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Про Цветок. С вами работает ученый-агроном Пётр Николаевич Ломонос. Сегодняшняя тема – растрескивание плодов томатов. Вам приходилось хоть раз в жизни с этим встречаться, и многие как бы интересуются, что это такое, что это заявление, чем оно опасно, какие причины приводят, и как бороться с этим явлением на своих посадках. Ну, замечу сразу, что как бы я соблюдаю весь комплекс мер, о которых я вам расскажу чуть дальше. В моей теплице этого явления нету. Нам пришлось поехать специально на рынок, найти такие плоды и заочнять для вас, для того, чтобы показать. Ну, чем опасно растрескивание плодов томатов? Оно опасно по разным причинам. Первая причина такая. Она говорит, что плод томата берет, трескается. Ну, тут я не покажу, потому что они все целые, все здоровые, плод томата трескается. И что? Туда начинают проникать различные инфекции, туда начинают проникать грибки. Раз они проникают туда, значит, срок жизни плода сокращается. Срок хранения будет гораздо ниже, чем здорового плода. Это раз. Для того, чтобы попадают инфекции. Ну, и вот смотрите, даже если будете промывать хорошо, как бы вы не промывали все плоды, ту инфекцию все-таки вымыть трудновато. Поэтому надо использовать уже не чистую воду, а надо использовать какой-то раствор уксуса, раствор соды, то есть добавлять какие-то дезинфицирующие вещества, для того, чтобы помыть эти плоды, чтобы избавиться. Потом еще такое может быть явление, значит, растение как бы само стремится залечить эти ранки, вы сами видели, на этой трешне появляется пробковая ткань. Появляется пробковая ткань, этот трубец заживает, покрывается. Ну, плод, конечно, некрасивый, все равно потом эту рубцевую ткань, которая заросла на плоде, приходится удалять, ножом вырезать. Так что и урожай, соответственно, урожай, который попадает на наш стол, становится гораздо меньше. За счет того, что все, что потрескалось, мы вырожаем. Даже как бы мы не были штатами, мы будем вырезать эту часть. Чем вызывается растрескивание плодов томатов? Растрескивание плодов томатов вызывается несколькими причинами, среди которых важнейший – это колебания дневной и ночной температуры. Колебания этих температур, значит, высокие температуры днем, низкие ночью, вот уже про мой путь, это самое, к появлению растрескивания плодов. Следующая причина, по которой тоже многие как бы забывают – загущенность посадок. Загустили посадки, у нас нету проветривания теплицы, нету плоды находятся в таком загущении, вот, и они тоже начинают лопаться. Ну и третья причина, пожалуй, самая главная – это нерегулярный полив. Вы нерегулярно поливаете свои томаты, они то набираются влаги, то сохнут, и, соответственно, плоды таких колебаний как бы не выдерживают, они трескаются. И вот каждая из этих причин, есть такие агрессивные приемы, которыми мы будем убирать эти причины. Ну, начнем по парадочку. Значит, первое – выровнять температурный фон. Выровнять температурный фон и для корней, и для ветвей, мы можем с помощью, если в теплицах, это вентиляция или закрывание дверей и форточек на ночь. Закрываем, чтобы температурный фон был более ровный. Вот, следующий такой более температурный ровный фон – это мульчирование почвы. Опять же, почву по своими томатами мы мульчируем, будь то соломой или сеном промульчировали. Опять же, это создаст более благоприятные условия. Ну, и третье, не забываем про регулярные поливы. Ну, если вы замочуете почву, даже если поливы будут нерегулярными, все равно фон влажности почвы будет гораздо лучше, и томаты не будут так трескаться. Также растрескивание плодов будет, конечно, меньше наблюдаться, если вы регулярно будете подкармливать свои растения. В качестве подкормок, значит, можно использовать по томатам. Это минеральное удобрение, которое будет преобладать азот и калий. Потому что азот и калий, они будут способствовать как росту и созреванию плодов, так они будут повышать их сахаристость, и плоды будут меньше трескаться. Ну, если вы используете водный настой, значит, все равно в эти водные настой, которые сорняков там можете использовать, можете там другие удобрения использовать, ну, не забывайте, что надо повышенный фон калия. Потому что повышенный фон калия в растворе, значит, препятствия, ну, плоды не будут растрескиваться, если будет растение получать достаточное количество калия. Не забывайте об этом. А вкусовые качества от калия только-только улучшаются. Поэтому подбирайте правильное соотношение удобрений. Вот. Смотрите, поэтому смотрите внимательно наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш YouTube-канал. У нас немало интересных сюжетов. А вам, чтобы не знали растрескивания плодов, чтобы вы получали полноценный урожай красивых плодов, вот, до свидания.